В этом видео я вам расскажу, почему совершенно бесполезно лечить суставы, если вы в процесс лечения не вовлекаете восстановление своего позвоночника. А также покажу вам три биологически активные точки, воздействуя на которые вы можете помочь себе в состоянии своего позвоночного столба и маленький домашний секретик с использованием обычной белевой прищепки для снятия болей в коленных составах. Недавно прошедший наш авторский профессорский вебинар под названием «Ядро здоровья позвоночника» принес нам, авторам и нашим замечательным зрителям и слушателям большое количество удачных примеров избавлением от болей в суставах. А мы, Статьяна Владимировна Картенко, предупреждали об этом давно. И наша система лечения суставов как раз-таки построена на том, что мы прекрасно понимаем с точки зрения организации нашего организма, что какие бы проблемы с суставом обе у нас не были, они всегда связаны с определенными отделами нашего позвоночного столба. Представьте себе на секундочку. У вас долго болят колени. Вы долго пользуетесь различными мазями, различными уколами, различными физиотерапевтическими процедурами. Да, успехи какие-то приходят, но они не так надежны, как бы вам хотелось. А почему это происходит? А происходит это потому, что никто практически не учитывает значение седалищных нервов в организации как раз-таки воспалений, в данном случае коленных суставов. Или у вас не получаются проблемы с голеностопами, или у вас формируются проблемы с ахилловыми сухожилиями, или у вас формируются грыжи бейкера, или у вас формируются тазобедренные проблемы. И опять же, вы работаете, цели, полагания у вас конкретно избавиться от этих местных проблем, но вовлечения в общий процесс, то, что древние мудрые греки называли холистическим, общим процессом, не происходит. И сегодня мы вам, Сатьяна Владимировна Картавенко, покажем несколько приемов, которые позволят вам успешно в домашних условиях с использованием биологически активных точек, находящихся у вас на руках, на левой или на правой руке, оказать себе скорую медицинскую помощь. Но имейте, пожалуйста, в виду, что все они имеют прямое отношение к вашему позвоночнику, имеют прямое отношение к тем различным проблемам, которые находятся, извините за мой португальский, в шейном ли, грудном ли, или в поясниче-кресловом отделе позвоночника. Итак, где находятся точки позвоночника? Точки позвоночника у нас находятся на границе между третьим и четвертым пальцем, вот от этой первой нашей вмятинки и до самого основания кисти. Значит, вот в этой нашей первой вмятинке, вот она, найти ее очень легко, находится представительство шейного отдела позвоночника. У вас нарушается осанка шеи, у вас затрудненные повороты шеи, у вас нарушена мобилизация шейного отдела позвоночника, прострелы. Помните, пожалуйста, о том, что если вы левша, вам достаточно промассировать это место в течение 45-50 секунд слева, потом перейти на правую ручку, а если вы правша, промассировать у себя это место справа, а потом перейти на левую ручку. Дальше мы с вами по правилам кинематики, по правилам движения наших мышц в спине, обязательно должны воздействовать точку поясницы, потому что самая мощная группа мышц, сирочайшая мышца у нас растет, извините за мой индонезийский, именно из точки поясницы. Поэтому для того, чтобы успех шейного или грудного отдела был обеспечен максимально, обязательно после локализации боли в шее переходите на точку поясницы. Проработали ровно здесь 45-50 секунд. По тому же правилу, левша начинает на левой руке, переходит на правую, а правша начинает на правой руке, переходит на левую. Поотечаяние, страдания в области грудного отдела позвоночника, под лопатками, над лопатками, вокруг лопаток, за лопатками, вы берете середину вашего условно-позвоночника, представленного на тыльной стороне вашей ладони. Вот здесь косточка есть, вот она, косточка, она вас дальше не пустит. Просто напрягите немножко свои усилия, не ленитесь и не плюйтесь, пожалуйста, в экран, потому что многие из вас начинают плеваться, не показываешь точку точно, давай конкретно точку, вот я вам показываю вот это место, тут есть граница точки. Левши начинают на левой в течение 45-50 секунд, правши начинают на правой в течение 45-50 секунд и меняются местами. И опять же мы с вами возвращаемся к точке поясницы. А если у вас поотечаяние болят поясница, болят тазобедренные суставы, вот вам точка поясницы. Но на нее мы с вами воздействуем уже что? Два раза по 50. Удобная доза, удобная порция, удобный литраж. Два раза по 50 секунд. Вот мы с вами работаем два раза по 50 на левой ручке и два раза по 50 на правой ручке. Потом меняемся местами. Таким образом мы с вами разгружаем позвоночный столб. Мы с вами снимаем нагрузки шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела. А если мы с вами, а мы обязательно, вот видите, уже кости падают от ленивости. А мы с вами обязательно должны понимать, мы с вами обязательно должны понимать, что проблемы с суставами рук, проблемы с суставами плечей, локтей, это всегда проблемы с шейным отделом позвоночника и двумя-тремя позвонками грудного отдела позвоночника. Что проблемы с ребрами, проблемы с грудиной, набирает обороты, к сожалению, такое заболевание, которое называется хондрит. Но не от слова эмоции хондра, а от слова хондра, от слова ткань. Так вот именно, особенно после COVID-19, эта проблема широкими шагами начинает страдать, начинает шагать по нашей планете. Хондрит. Вот хондрит, он характерен для грудного отдела позвоночника. Соответственно, в связи с этим, что у нас происходит? Развитие осаночного остеохондроза, развитие проблем, которые формируют грыжи, которые являются причинами развития изменения мышечного тонуса, связочного аппарата. И, соответственно, в связи с этим, все практически проблемы, все, я подчеркиваю, и профессионально, принципиально заявляю, все проблемы, которые касаются нижних конечностей, воспалительных процессов нижних конечностей, все у нас исходят из этого места. Из пояснично-крестцового отдела. Самых два мощных, самых два мощных механизма, это правые и левые седалищные нервы, их поражения, изменения в области пояснично-крестцового отдела, как раз таки дают огромное количество тех изменений, которые, к сожалению, на сегодняшний день являются максимально инвалидизирующими. Поэтому заболели колени, знаете, что нужно заниматься поясницей. Заболела грудь, заболели ребра. Помните о том, что надо заниматься грудным отделом. Заболели руки, плечи, заболел затылок, закостеела шея. Помните, что нужно заниматься шейным отделом позвоночника. Итак, три притопа. Я вам рассказал про три притопа. Это у нас шейный притоп, грудной притоп, поясничный притоп. А сейчас у вас будет с вами два прихлопа. Что такое два прихлопа? Это вот такое вот. Но если нет у вас такой прищепки, найдите обычную бельевую прищепочку. И в части лечения, например, сегодня мы с вами поговорим о лечении в домашних условиях коленных суставов. Что вы должны сделать? Вот таким вот образом прищепочку одеть вот таким вот образом на основании условного колена. Вот у вас условное колено. Вот у вас условное колено. Поставили сюда на счет 30-40 секунд. Сидите спокойненько, считайте. Вот что происходит. Происходит приток крови к вашему колену. Приходит нормализация синавиальной жидкости. Снимается воспалительный процесс. Снимаются проблемы, которые вызывают боли. Проработали правый сустав, проработайте левый сустав. Проработали левый сустав, проработайте правый сустав. Если вы левша, на левой руке. А если вы правша, сделайте то же самое у себя на правой руке. На счет 30. Вот. И как говорят наши умные, мудрые учителя, и будет вам счастье. Подробнейшим образом, уважаемые коллеги, вопросы стабильности состояния ваших суставов мы будем разбирать на повторе нашего вебинара под названием «Ядро здоровья позвоночника». И лишний раз мы вам покажем о том, что народная мудрость, глазящая о том, что водка без пива, деньги на ветер, ровно так же касается и того, что лечение суставов без лечения, вовлечения позвоночника, это тоже деньги на ветер. Приходите, регистрируйтесь. Ссылочка находится прямо под этим видео и в прикрепленном комментарии. На вебинаре мы вам покажем три комплекса упражнений, которые успешно снимают проблемы с шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника. И уже в процессе самого вебинара помогли более чем полутора тысячам человек избавиться от суставных жалоб и от суставных недомоганий. Приходите, выполняйте упражнения вместе с нами, осваивайте новые территории здоровья, отстаивайте свои суставные интересы, отстаивайте свою мышечную мощность, отстаивайте свое вдохновение жить полноценной жизнью. Будьте здоровы!